И говоря о реформации, я еще позже расскажу, что касается реформации правовостановой церкви. Дело в том, что, да, это малоизвестные факты, через 100 лет после Бутера была попытка реформации на Востоке, в правовостановом мире. Об этом надо вспомнить сегодня, будет обязательно. Если на Западе это был Лютер, он стал пионером реформации, первопроходцем, то на Востоке это был Кирилл Лукарис, патриарх Кирилл Лукарис. Да, это уже 17-е столетие, в Константинополе Кирилл Лукарис. Он был патриархом африканским, потом патриархом вселенским, Константинопольским. Вначале Александрийским, потом Константинопольским. Уже Стамбульским тогдашним, получается, потому что уже был Стамбул, уже турки властвовали там. Да, интересно. И Лукарис вообще, он сам с Кипра, учился в своевременном знаменитом Гавильдеву Галилея, учился в Падуе, учился в Венеции, еще где-то учился в Европе. Получил хорошее образование, стал священником православной церкви в Африке, в Александрии. И из Александрии он ехал в командировку, в Западную Белоруссию, в Брест, через Украину, в Западную Белоруссию. Послужил и в Украине, и в Западной Белоруссии. Потом вернулся к себе в Африку и был избран патриархом африканским, Александрийским, потом патриархом Константинопольским. И до самой своей смерти его казнили в 1638 году. Он воздавлял реформацию на Востоке. Патриарх. Патриарх был Константинопольским, Стамбульским. Вселенским патриархом называется. Вселенским патриархом. Воздавил реформацию в 30-е годы, ну и был репрессирован и был казнен по приказу султана Торецкого. Он был не только один репрессирован, были репрессированы другие священники. Но в 32-м году, получается за 6 лет до смерти, он успел издать на латинском и на английском языках свою книгу. Который стало, как лютеровые тезисы для реформации православной церкви, стало то же самое, что лютеровые тезисы для западной церкви. Восточное исповедание христианской веры называется книга, 32-го года, издание. Он перед тем еще издавал буклеты, небольшие трактаты. Печатный станок первым он запомнил как раз для Востока. Это было необычным делом совершенно. В Стамбуле появился свой печатный станок. И на этом станке он печатал как раз Библии Нового Завета, уже в современной редакции греческого, тогдашнего языка греческого. И издавал свою книгу на латинском и греческом языках, чтобы люди могли это и на Западе, и на Востоке прочесть, сделать выводы для себя. Что в этих тезисах удивительного? В этой книге, Восточное исповедание христианской веры. Восточное исповедание, да, называется книга. Она есть на русском языке. Эта книга, Восточное исповедание христианской веры, она в основе нашего катехизиса, современной уже реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Поэтому там все эти тезисы есть, все эти идеи как раз реформации. По сути, то, над чем сейчас я работаю, это все, о чем Кирилл Каррис писал, когда в своей книге. Во-первых, это было революционно, конечно. 17-е уже столетие, начало 17-го века. Он, как патриарх, заявляет, что пора церкви отказаться от разных посредников, дополнительных, помимо единственного и неповторимого посредника Иисуса Христа. Кирилл Каррис утверждал в своей работе, что только лишь один Иисус Христос является ходатаем посредником Нового Завета. То есть, это библейское богословие, которое Кирилл Каррис, как патриарх, возрождал в православной среде. Отказ от идолопоклонства, от иконопочитания отказ, то есть он был иконоборцем в этом смысле слова. Он не говорил против живописи, как таковой, в церквях, но против почитания этих образов, против почитания этих икон, против чистилища, вот это лжеучение, всяких мотарствах и прочее. Тоже он выступил. Много всего остального, чтобы проповедь Слова Божьей была во всех церквях. Его называли протестантом, или как бы, не совсем протестантом, а есть такой даже термин какой-то интересный. Кальвин в Новом Риме, так его назвали даже. Кальвин в Новом Риме. Потому что Константинополь, Стамбул, тогдашний уже, назывался Новым Римом. Новый Рим. И поэтому его назвали, так дразнили, как бы, Кальвин в Новом Риме. И, на самом деле, информация, о которой он заявлял, она была радикальной. Его не так много поддержало священнослужители, к сожалению, и в Африке, и в Греции самой. Но поддержали его епископы, некоторые священники. Они были репрессированы. Сам патриарх был казнен в 1938 году. Его по приказу Султана Дорецкого его арестовали. Здесь сделали свое дело иезуиты, католики. Потому что Папа Римский был напуган возможностью реформации на Востоке еще даже больше, чем здесь, на Западе. Потому что он боялся такой поддержки, такой протестантизму. Потому что через сто лет, получается, после начала Литеранской реформации, он старался задушить реформацию. Целых сто лет душили реформацию на Западе. И вдруг на Востоке возникает движение еще почище, чем Литеранская реформация. Потому что здесь не просто сельский батюшка, знаете, какой-то, или богослов какой-то отдельный взятый, а это патриарх, притом очень известный, уважаемый человек. Поэтому происки иезуитов были в этом однозначно. В начале иезуиты охлеветали патриарха в том, что якобы он печатал материалы, хулящие Ислам и Магомеда. Перед султаном турецким иезуиты охлеветали его. Султан приказал репрессировать, его арестовали. Печатный сломок уничтожили, который был первым тогда в Стамбуле. Но потом выяснилось, что перед султаном выступили как раз вот эти вот... Те, кто занимался полиграфией, полностью оправдались, потому что не было ничего в этих трактатах, печатных, чтобы хулил Ислама или Магомеда. Но было уже поздно, уже, значит, уже станок был разломан, новых денег не было на новый станок. Было слишком большое, дорогое удовольствие по тем временам. И патриарха вернули ссылки, но ненадолго. И вскоре после этого его снова обвинили, тоже охлеветали, и в конце концов его казнили в 1938 году. Но на его место поставил султан турецкий, приказал поставить другого человека, контрреформатора. То же Кирилла, патриарха, только из Бейрута. Тогда назывался город Берия, Берия, из Берии. Значит, Кирилл Берия, он стал следующим, тогда уже получается, из Бейрута, следующим патриархом, контрреформатором. И после 1938 года удивительная история такая. Четыре собора подряд по местах греческой церкви осуждали ересь Кирилла Лукариса, предавали Анафеме. Такого никогда еще не было в греческой церкви. Потому что, ну, раз, ну, два, значит, ну, не знаю, может быть, даже три где-то и было, но вряд ли даже три было. Ну, пару раз хорошо осуждали ересь. Но чтобы четыре собора подряд обсуждали именно эту тему и проклинали Анафеме, сказали, учение Кирилла Лукариса, это какой вообще нонсенс. Такого не было ни до того, ни после этого не было. Это все признают историки. О чем это говорит? О том, что больше столетия после смерти Кирилла Лукариса, это учение по-прежнему, оно волновало священников и было много сочувствующих. Некоторые говорят, мало сочувствовало. Нет, на самом деле много сочувствовало. Потому что иначе бы соборы не Анафемаствовали бы и не предавали проклятию бы это учение. Четыре собора подряд. Больше столетия, полтора столетия продолжалось это, по сути, движение такое. Кирилла Лукариса, работа были в Российском империи, были запрещены. Не публиковались, издали только лишь на русском языке, только вот не так давно, лет там 10 или 15 назад на русском языке. Но в переводе не очень удачном, к сожалению. Сейчас вот наша церковь издает, уже несколько раз создавала вот эти вот тезисы Кирилла Лукариса. Для современной правоостанцеркви это очень необходимо и очень важно. Потому что это был как бы наш правоставный лютер, будем так говорить, или кальмин. То есть это был реформатор, который делал очень важную святую работу. Кстати, Зураб, наш священнослужитель из Грузии, да, епископ наш в Грузии, Газаришвили, он прислал мне ссылку, недавно буквально, на днях, очень интересную ссылку, о новом патриархе, по-моему, антиохийском патриархе, новой избранной патриархе. Его интервью. И на русском языке мало информации пока о нем. Но самое интересное, этот патриарх, он грек по национальности своей. Он пишет, ну, отвечая на вопросы интервью, он заявляет, что он будет подражать Кириллу Лукарису. Представьте себе, он, я не знаю, насколько он дальше пойдет в реформацию, не знаю. Но это говорит один из восточных патриархов. Это о очень многом говорит. Плюс еще, патриарх Вселенский нынешний в Стамбуле, мы имеем, вот я и наша церковь имеем официальное приглашение от патриарха Вселенского на, как бы, рабочий комитет такой. То есть, потому что их заинтересовало, что Кириллу Лукариса, имя как раз, наша церковь, ну, использует, значит, и его работа использует как раз как вот основу для, значит, катехизиса. Это тоже удивительно. Получается, антихийский патриарх нынешний, новый, он заявляет, что он будет продолжателем дела Кириллу Лукариса. Патриарх у патриарха Вселенского, по крайней мере, один из его секретарей, епископ нынешний, один, который занимается разными другими православными церквями, общениями с ними, межцерковной связи, как бы. Он вдруг нам официально дает приглашение такое. Удивительно, конечно. Правда, я пока не воспользовался, но мы собираемся вот уже, ну, до Пасхи, однозначно, туда, значит, и Зураб, значит, и там Сурмыния нашей епископогдан, и Анеска, там, и другие наши служители, чтобы приехать туда, в Стамбул, на какие-то собеседования. Интересно очень даже. То есть, вполне возможно, что реформация, она, ну, будет даже с той стороны, откуда мы даже не предполагаем вообще. Вот, слава Богу. Это очень ценно, конечно. И, конечно, мы молимся за Америку, за США, потому что в США сегодня все православные меры, которые так вот существуют, все представлены там церкви. Любые. И консервативные, и реформаторские. От таких мистических, оккультных, таких православных течений, как, допустим, там, старобляция, некоторые течения такие, мистические такие течения, до харизматических таких. То есть, весь спектр православия представлены сегодня в США. Поэтому, если реформация начнется там, она окнется по всему миру христианскому. Но, возможно, реформация придет к православной мере и с другой стороны даже. Слава Богу. Так что, в удивительное время ждем. А зачем реформация нужна? Чтобы миллионы людей сегодня православных, или культурно-православных, знаете ли, чтобы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Чтобы спасли, чтобы действительно имели жизнь вечную. Это самое важное, самое главное. Потому что пока церковь там спорит между собой о догматике всякой, люди погибают. Знаете, так не должно быть. Слава Богу. Хорошо. И вот запомним Кириллу Хариса, реформатора. И пусть это была неудачная, как считается, попытка реформации. Но, по крайней мере, это было. Знаете, уже есть на что ссадаться. Уже какие-то пионеры были уже, первопроходцы. Слава Богу. Вот. И из истории, ну, наверное, на этом уроке, можно сказать, из истории, наверное, России будет больше интересно, наверное, да. Из истории здесь христианства. Русь приняла христианство киевское. Началась христианизация Руси с 1988 года. Это мы знаем, да, эту дату. Потом сама христианизация была, к сожалению, огнем и мечом. И это не было именно евангельской такой проповедью, что ли. Но, все-таки, несмотря на это, Божье Слово достигало людей. Здесь, на севере-западе России, вот, Новгород, Псков, были стрегольники. Наверное, слышали, да, 14 век стрегольники. По-русски парикмахеры. Точно неизвестно почему, некоторые говорят, наверное, они отмечали себя особой стрижкой. Наверное, знаете, какая-то такая субкультура такая своя была, новгородская, псковская. Но это неправильно, потому что это было подпольное движение. Если бы они бы отмечали себя стрижкой особой, то их легко бы очень вычисляли бы и арестовывали бы все. Вот, это неправда. Есть другое объяснение, оно более, как бы, так, соответствует, как бы, я думаю, в действительности. Просто первого человека, которого арестовали по этому делу, был, на самом деле, стрегольник. Парикмахер по профессии, Карп. Его звали, значит, это исторический факт. В Новгороде, ну, его убили Карпа и Никиту еще. Никита был дьяконом православной церкви, но, как бы, их же не могли назвать дьяконской ересью, как бы. Назвали стрегольнической ересью, стрегольниками. Как дело врачей при Сталине было, а это дело парикмахеров. И начались аресты в Новгороде, в Пскове. Вся вина была этих людей в том, что они читали Библию, читали в кругу семей, в кругу друзей, в домашних условиях. А это было запрещено. Плюс еще, они молились своими словами, молились без иконы. В этом был вообще криминал. По тем временам статья была смертная статья о ересе. В общем-то, люди боролись за право верить, как сказано в Писании, очень непросто даже боролись за это право. Слава Богу, что сегодня мы этим правом обладаем. И за это не надо даже платить свою кровь, значит, знаете, можно свободно читать Библию. Вот, пожалуйста, у нас у каждого есть свои Библии, да и не одна. Вот, молиться, пожалуйста, молись, хоть с иконами, хоть без иконами. Сегодня это не контролируется абсолютно. То есть, пожалуйста, вот, то есть, другой мир совсем. И это очень ценно. Знаете, что сегодня есть выбор у человека, что возможность есть выбрать, значит, даже не платят такую страшную цену такую, знаете, которую платили раньше люди. Но мы должны вспомнить об этих людях уже сегодня на уроках по истории христианства. Потом, в 15-16 столетие, это уже жидовствующие, или жидовствующие, так называемые, я уже говорил о них чуть-чуть совсем. Точно неизвестно, о чем они учили, но известно одно, что они шли в разрез с официальной православной церкви. Да. Я однажды ехал в автобусе с одним священником, значит, так получилось, ну, традиционной православной русской церкви, стулы. Мы ехали на Москву автобусом и, ну, друг против друга сидели как раз там, вот так. Маршрутка. И общались слово за слово, знаете ли, и я сказал ему, что нам нужно каяться, как в церкви. В том, что вот сжигали столько инакомыслящих за нашу инквизицию. А вот когда у нас была инквизиция? У нас не было, мы никого не сжигали. Это что? А как же те другие, пятые, десятые, демокрожили больше, чем назад в западной Европе? Просто об этом не принято говорить, другое дело. Ну, и как бы, и он согласился в конце, да, согласился, что да, на самом деле, что есть грех, и надо каяться об этом. Вот, дело в том, что на самом деле покаяние имеет силу реальную освобождение. Пока, на сегодняшний день церковь находится под проклятием еще, православной церкви я имею ввиду. Под проклятием вот этого антисемитизма и проклятием вот инквизиции. И это очень страшно, проклятие, конечно. Только лишь покаяние снимает эту страшную вину. Вот, а покаяние антисемитизмом почему еще? Не только теория замещения, это еще полбеды. Страшно, что во всех книгах богослужебных есть по сей день. В России это так. В Украине это еще так 50 на 50. А вот здесь, в России, это 100% фактически. Ну, я не знаю даже исключения, честно говоря. Значит, проклинаются евреи, обвиняются. Антисемитские тексты есть в каждой книге богослужебной, что на славянском языке читается. Об этом еще Александр Минь говорил, писал. Но он говорил это и как еврей, и говорил это как священник, как христианин православный. Он говорил об этом, что церковь должна освободиться от этого. Неправильно обвинять в Богу убийстве, неправильно обвинять во всех грехах мыслимых и немыслимых евреев. Иисус взял не только грехи евреев на себя, но и грехи всех людей на себя взял. И никто не мог бы его убить, если бы он сам не дал скружить за жизнь мира. Да, больно, проблема, конечно, что так все произошло. Но обвинениями ничем не поможешь абсолютно. И Бог сегодня хочет спасти всех, и евреев, и неевреев. А церковь только себе вредит, получается. Потому что проклинающий проклинает себя самого, получается. Благоставляющий благоставлен. И если церковь хочет православное быть не под проклятием, а под благоставлением Божьим, должно, во-первых, быть прекращено проклятие, а во-вторых, научиться надо благоставлять. Проклинать много ума не надо. Знаете, а вот благоставлять нужно уже учиться, нужно уже принадлежать старания, умения свои уже. Вот так вот. Так, и еще даты такие, как бы, их легко запомнить будет. 1666 год, такой роковой год в истории православия в России, на Руси вообще. Уже в московской Руси тогда. Значит, легко запомнить три шестерких ряда. Это год московского собора, одовой из соборов по месту, ну, конференции такой московской, на которой были прокляты все обряды старые, которые были в русской церкви, начиная с 1988 года, которые пришли из Византии в свое время на Русь. Были утверждены новые обряды, новые традиции, новообрядческое, как бы, такое движение было. Ну, самые такие известные вещи. Там, в принципе, разница незначительная, почти никакая. Ну, кажется, это пустяком сейчас для современного христианина, но тогда это оказалось просто как новой верой, я бы считалось, да. Прокляты были? Старые обряды? Все старые обряды, да. Ну, не все, но почти все старые обряды были. Допустим, раньше крестились двумя перстами, два пальца, было введено три перстя, три пальца. Ну, как бы, казалось бы, ну, пустяк какой-то, знаете ли? Но было заявлено, что те, кто совершает старый обряд, крестятся по старому двойперстям, то прокляты они, и нет там спасения ни на земле, ни в вечности даже. И конец вместе с Иудой, значит, предателем. И даже говорило, что скорее, значит, там, значит, небо упадет, значит, там, значит, железо и перестанет быть верно. Что-то еще там, какие страшные проклятия, чем, значит, наши слова будут, как бы, изменятся наши слова. Вот, но эти проклятия были сняты, слава Богу. В Русской Церкви, благодаря, я уже говорил, митрополиту Никодиму в 1971 году официально были сняты эти проклятия. На соборе московском в 1971 году митрополит Никодим Ленинградский-Новгородский выступал на этом соборе, и он доказал, убедил таких большинство собравшихся епископов, что пора, уже время, уже много прошло, пора снимать проклятия со старых обрядов. Ведь, какая разница, двумя перстами, тремя перстами, и было заявлено в 1971 году, что нет никакой разницы, сколько пальцев там слагаешь, какой обряд исполняешь, старый или новый, что вера не в обрядов заключается, собственно. Слава Богу! Наконец-то поддумались в 1971 году, лучше поздно, чем никогда. Значит, но старобрядцы, правда, формальные извинения не приняли, за редким исключением, значит, и до сих пор существует русская православная старобяческая церковь и другие старобяческие течения, да. Чудо за патриархом был? Патриарх был Никон. Позапомни, такое есть, марка такая, фотоаппаратов хороших. Никон. Никон, патриарх Никон. Царем был Алексей Михайлович. Алексей Михайлович. Это отец Петра Первого. Вот, тоже легко запомнить. Потому что Петр, он Петр Алексеевич. Это его сын. Ну, официальная версия, по крайней мере, какая. Там, как бы, есть разное мнение историков, как бы там все было. Как, дарится речь. Как Алексей Михайлович. У него кличка интересная такая была, историческая. Тишайший. Тишайший. То есть, самый-самый тихий. Но в тихом, помните, там такое вратилось, что не приведет Господь. Представьте, во время самого тишайшего царя русского, самый громкий раскол начался вообще. Который унес больше миллиона жизней, как считается. Было истреблено, своих же поданных, за отказ перейти на троеперстия, с двоеперстия. За отказ там, ну, там еще там, ну, знаете, все по мелочам. Но по мелочам, сколько много скопилось, в любой обряд был изменен. Все обряды были изменены фактически, но так незначительно. По чуть-чуть. Ну, вы можете подумать, что это просто глупости даже сейчас. Допустим, к примеру, крестный ход ходил посолами. То есть, ну, по часовой стрелке. А стал ходить против часовой стрелки? Я уже, знаете, даже уже забыл даже. Еще там, что там еще? А нет, нет, были, конечно, и такие очень интересные изменения. Даже очень, даже, очень даже странные изменения, конечно. Допустим, там Иисус с одной буквы И раньше писалось, ну, как по грамматике тогдашней, славянской, стало писаться с двумя И. И Иисус. Ну, казалось бы, ну, подумаешь, изменилась грамматика. Ведь и то, и другое, это просто, ну, как бы, просто написание. В украинском до сих пор пишется с одной буквы И Иисус. И они ничего не страдают без духовности, как бы, из-за этого, значит. В принципе, все равно, что Иисус, что Иисус, значит, что Иисус, на самом-то деле, Ишуа вообще, если уж спорить, так давайте к криминалу туда обратимся. Тогда зачем нам из-за написаний вообще спорить вообще и убивать сам друг друга вообще? Ну, и много всего остального. Правда, были, конечно, очень странные и очень такие непонятные, честно говоря, изменения, очень странные. Посудите сами. Вот все знают символ веры, да? Верую там, да? Да. Во всех храмах это поется, там, верую, ой, единого Бога Отца Вседержителя, всемогущего в русском исполнении обычно. Так вот, значит, и там говорится и об Отце истинной, значит, и о Сыне говорится истинной. И раньше, до того самого злосчастного 1666 года, и о Духе Святом тоже пелось и читало, что истинного. Но в 1666 году запретили Духа Святом называть истинным. А кто его назовет? Смертная казнь. Ну, странный запрет вообще, очень странный. Даже для того, что там был случай, когда вскоре после этого руководители нового епископа, а при руководителе епископ должен публично символ веры исповедовать. И он просто по инерции назвал Духа Святого истинным. Потом извинился, что нет, не истинного, но уже было поздно, его лишили сана и как бы и сослали его. То есть, как бы, значит, под арест попал сразу же. Вот, ну, глупость какая. А неужели Духа Святого нельзя назвать истинным вообще? Тем более, что это по Писанию даже. Ну, зачем запрещать называть Духа Святого истинным? Ну, там и много других было таких странных, вообще очень странных таких запретов, очень странных таких правил. Плюс еще, это еще не все, слушайте. Вскоре после этого там была такая неразбериха, чехарда такая была. Были законы, истинные такие, которые запрещали покупать, продавать что-либо тому, кто будет не такими перстами креститься. А раньше на рынках люди были очень религиозны. В то время, там даже Ирландия отдыхает, Россия была очень религиозной страной. Примерно на 40 человек, обычно, граждан, был один священно-церковно-служитель. То есть, было очень огромное количество священно-служителей в стране. И страна была очень религиозной, очень набожной. На каждом углу храмы, часовни, каплычки, все-все-все-все. И при любой сделке все крестились для перстами на треперстии. И поэтому, если ты, допустим, товар продавал тому, допустим, хлеб продал, что еще? Кто крестится двумя перстами, ты попал под статью. Все. Тебя могли тоже репрессировать за это, если ты продал это. И нельзя было ни купить, ни продать. Даже имея деньги, ты обречен был на голодную смерть, по сути, если ты был горожанином. И священники старообрядческие говорили, те, кто остался старым обрядом верен, их называли старообрядцами. Или староверами. Они говорили, смотрите, это как по Писанию в Откровении, нельзя ни купить, ни продать ничего. Даже имея, что ты не продашь, потому что или попадешь по статью, на кого посадят, значит, голегол ватрубят, значит, все. Рекой полилась кровь. Порядка миллионочек было замучено. Сожжено на кострах, убито. Это вообще бойня, настоящая бойня своего же народа. Ради обрядов, ради традиций. До сих пор историки спорят, зачем, с какой ноги не стоит встал Алексей Михайлович, царь, или патриарх Никон. Что им в голову сбрело сделать обрядовая реформа? Зачем? Для чего? Это не была реформация, как приютери, по Слову Божьему, как возвращение к корням веры. Нет, это была чисто обрядовая замена, при том по новым традициям. Это не старые традиции какие-то, а новые насаждались, новые традиции. Тогдашние греческие традиции новые. Есть очень интересные теории, как бы такие теории заговоров, даже там вообще политики. Вот, у Алексея Михайловича была такая маниакальная мечта, воссесть на престоле Константинополя. Русская армия должна была идти освобождать, значит, южные эти земли от турков, значит, там, значит, и патриархом, патриарх московский стал бы патриархом вселенским уже. Ну, как бы, то есть, супер империя. Даже у Петра Первого так не получилось бы сделать в таких масштабах империю, огромнейшую. Значит, но, как одно из объяснений, почему эта реформа так в кратчайшие сроки была произведена, значит, и такой большой круглый. Возможно, так. Есть теория заговоров, потому что, как оказалось, впоследствии, сегодня уже это известно доподлинно, что тайными иезуитами были те, кто организовывал закулистно эту, как бы, реформу. По крайней мере, братья Лихуды, два переводчика, которые, по сути, спровоцировали эту реформу обрядовую, оба были тайными шпионами. Были иезуитами, которые, как и тайными, для того, для, которые, иезуит, это очень страшная секта внутри католической церкви. Это как КГБ, только папское КГБ, которое занималось, значит, развед, сбором разведданов, убийством, значит, и, в общем-то, всякие организовали войны, революции. То есть, как бы, очень такая темная история. Кстати, нынешний Папа Римский, он, кстати, из этих, как раз, товарищей. Очень интересно даже, впервые, вот, иезуит становится Папа Римским. Это как начальник КГБ становится президентом страны. Такая вот история у них на Западе, в общем-то, тоже интересная. Вот, но братья Лихуды были, теперь уже известны, это факт, что они были тайными католиками, тайными, не просто католиками, а иезуитами, со спецзаданием, как бы. И плюс еще Паисий Легорит, митрополит, приехавший с Востока, как бы, в этот момент, как раз, который сыграл ключевую роль в этой драме, тоже был, как оказалось, тайным иезуитом, который закончил тайный колледж. Как, знаете ли, спецподразделения готовили, террористов такие готовили, специально засылали их, значит, там, стабжали деньгами, стабжали, значит, всем имуществом. Засылали их в исламские структуры, буддистские, там, значит, там, всякие там православные для своей работы подрывной. Есть и такое мнение, что, возможно, эти Ильихуды и Паисий Легорит спровоцировали такую страшную, как бы, бойню просто народа. Но, опять-таки, это теория заговоров, как бы, в ней есть свои плюсы, но и свои минусы есть. По крайней мере, я знаю одну личность лишь, которая, на самом деле, виновна во всем этом расходе и убийствах этих дьяволов. Потому что лишь одна личность во Вселенной способна вот на такое, просто извращенное такое представление, и убийство неподвинных людей, просто из-за обрядовых и таких различий. И дьявол можно использовать разных людей, в этом абсолютно разных людей, но трагедия разыгралась, и 1666 год стал, ну, самым, наверное, страшным в истории русской церкви, в общем. Вот, потому что последствия раскола, они до сих пор видны, и до сих пор трагедия продолжается. Хотя в 1971 году она их мы сняли, но до сих пор никакого даже извинения, покаяния, тем более, не было. До сих пор. Потому что митрополит Никодим, после этого его убили, КГБ его устранило физически. И кроме митрополита Никодима Ленинградского, никто больше об этом не заикался до сегодняшнего дня. Никто из епископов русской церкви, никто вопрос не поднимает. А ведь необходимо, если мы сказали А, сказать и Б. Если признали, что это был грех и неправильно, нужно, ну, по крайней мере, попросить прощения. Вот, ну, по крайней мере, даже если не у Бога, то, по крайней мере, у этих людей, ну, как бы, староверов, значит, их там... Потому что у многих, я общался со староверцами, у многих из них очень, ну, как бы, раны не заживающие. Рассказы от их дедов, прадедов, прапрадедов, значит, сегодня в Австралии много староверцев, я там общался с ними тоже со староверами. На Аляске много, потом в Латинской Америке, Боливии, Перу, Чили, Аргентина. Там очень много проживает, миллионы потомков вот этих староверцев. В Канаде много, в США много, ну, кроме Аляске, еще в других штатах проживает тоже много староверцев. Потомки тех староверов, которые, кроме Африки, наверное, ну, и в Африке тоже есть, но в Южной Африке. Но вообще, кроме Африки, во всех остальных странах, континентах, очень много староверцев. Вот, в Штатах познакомился с одним староверцем. Ну, как он староверец? Он уже не практикующий староверец, он уже баптист уже, протестант, но из семьи староверов, староверцев. Он вообще-то плавен индейец, его мама, она из индейского племени, а папа из староверцев. вот как бы боливийских потом стараться таких конкретных вот очень жесткий таких боливийских даже боливийская наркомафия с ними воевала воевала альянду потом их оставили в покое потому что староверы а стояли там с верданками сдатели независимость боливийскую свою значит и их не трогают теперь эти картели значит значит и и он переехал в штаты потому что значит как бы война такая была нешуточная а у него молодая жена тем более из индейского племени он спасся в сша уже и вот как бы я познакомился с этим братом очень интересный брат вот и узнал много очень интересного о жизни боливийских старобрядцев староверов о тех миллионах русских украинцев которые уже много поколений уже там уже жили и живут да интересная история я верю что через покаяние и эти неисцелимые раны казалось бы церковные они могут быть исцелены даже даже эти казалось бы такие ну многовековые уже раны они могут быть исцелены через покаяние через примирение была бы добрая боли наша в этом и потом что еще можно вспомнить из истории христианства послушайте столько много интересного но о царской россии можно сказать еще после петровской уже россии ну про петра можно сказать одно как бы ну не нужно одно и доброе и хорошее и и плохого можем много можно рассказать он и антихрист и как бы и гонитель церкви с другой стороны он как бы и христианин и значит много положительных вещей делал то есть как бы и того и другого много было в нем в его жизни знаете ли вот этот герб в его жизни вот этот в угла в орел он очень сильно проявился конечно такая политическая раздвоенность такая с одной стороны как бы и много очень положительного взрослого также очень равноценно и отрицательного но отрицательно наверное самое такое страшное это то что он окончательно как считается лишил церковь независимости всякой церковь стала институтом наподобие немецкой канцелярии как писал соловьев вот так называемый синодальный период то есть патриарх последний умер и ну патриарх он не разрешил избирать поставил сенот во главе церкви а во главе синода был он сам в своде законов российской империи начиная с петра первого значилось следующее в своде законов прямо в преамбуре было написано глава церкви его императорское величество все он считал себя главой церкви это как бы было его очень страшным деянием конечно вообще во главе синода он поставил своего чиновника обер прокурор священного синода в каждой епархии учредил должность прода инквизитора и трибунал инквизиторский установил в каждой епархии для борьбы с инакомыслием с ересью но после смерти петра первого термин инквизиция исчезает из русской истории вот но синодальный период остается до самого семнадцатого года только лишь уже момент революции падение самодержавия был собор в москве патриарх тихон то есть как бы синодальный период завершился только лишь в семнадцатом году представьте себе с петра первого начинаю довольно таки такая история неприятная вот с другой стороны у петра были такие здравые пару вещи что касается икон им пытались манипулировать говорить смотрите вот ваше величество вы неправильно что там делаете потому что вот икона заплакала матушка богородица плачет а петр знаете да слышали об этом нет что он делал он не путь дурак он приезжал на место и смотрел плачет икона или не плачет а если плачет то почему плачет там икону раскололи смотрели ага вот аферисты выводил на воду чистый он потому что в Голландии ему показали как-то еще еще насчет молодым человеком он видел как тамошние аферисты обманывали голландское население в свое время значит и в общем то что делал он этих батюшек аферистов на конюшню и там их пароли и сдал указ он в каком селе если икона заплачет то поповские задницы будут пахать кровавые слезами и все и до самой смерти петра первого чудеса закончились эти с иконами вот надо будет господину напомнить об этом законе а то слишком много чудес и чудотворца подвелось у нас на руси пришло время на самом деле божьего чудо настоящего божье чудо настоящего когда человек умер я жил пропадал и нашелся никогда что доска зафлакала когда на самом деле человек плачет и примеряется с Богом кается в своих грехах применяется с Иисусом Христом и поэтому в жизни Петра были здравы такие проплески насчет здравости а кстати даже перевод библии на русский язык говорят что именно Петр как бы инициативу такую высказал правда из русских служителей никто не взялся за эту работу но один из рифлянских пастырей взялся протестант но перевод был уничтожен сгорел в пожаре да но уже в 19 веке перевод на русский язык таки состоялся слава богу перевод библии на русский язык благодаря стараниям митрополита московского афинария подраздова который был сторонником таких перемен таких реформ слава богу это состоялось и вот и скажем так что сегодня реформация современная это на самом деле будьте здоровы возвращение к хорошо забытому старому к основаниям пусть Бог благословит нас в сегодняшнем дне пусть Бог благословит нас сегодняшним служением ему из из истории можно много Coordinator вспомнить хорошего плохого исполнившего трагического комического но знаете самое главное вы должны помнить, что глава Церкви – это сам христос и настоящей историей настоящие христиан и настоящее историю мы узнаем только лишь на небесах открываем мы узнаем тех героев о которых учебники не пишут, о которых не вспоминали историки и наоборот, наверное, о тех людях, о многих, о которых учебники много пишут, на небесах, может, там только две строчки, родился, женился, умер, все, значит, но, потому что Бог смотрит не как человек, Бог смотрит по-другому, и через Библию мы можем приоткрыть эту завесу тайны, мы можем чуть-чуть увидеть глазами Бога, то, что происходило, и то, что происходит, и то, что будет происходить, и слава Богу, что история христианства закончится победой, враг будет разгромлен, мы победим, наше дело правое, потому что и Иисус есть Господь, аминь. Аминь. Спасибо тебе, Царь наш, Бог наш, Господь, Спаситель наш, Иисус Христос, кровь твоя святая, омывай нас от всякого греха, Господь, Боже, и благослови нас, Боже, пусть твой мир будет в наших сердцах, Господь, и пусть, Господь, каждый из нас пишет в историю твоей церкви, Господь, Боже, страницы прекрасные, которые, Господь, Боже, прославят тебя, Боже, потому что не нам, не нам, Господь, но именем, вот, добудет вся слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. 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 Продолжение следует...